Музей 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 Внеурочное время Обучение Всех желающих На базе этого музея А дальше родилась уже идея Создания центра образования Виктора Степановича Черномырдена На базе Учреждений Детского сада, интерната и школы Таким образом была создана концепция, и на сегодняшний день, поддержанная нашими руководителями Владимиром Владимировичем, комиссия поддержала нашу эту идею, и был определен источник ее финансирования, что не очень просто. В этом смысле нас поддержал «Газпром» лично Алексей Борисович Миллер, и сегодня мы приступаем к этой работе. Буквально завтра закладка камня, и, собственно говоря, работа уже ведется. Вот такова непростая идея создания этого музея. А когда планируется открыть, если позволите? Ну, хотелось бы успеть за два года, к 75-летию, это 13-й год апреля, но это, если позволят, сроки и время. Наверное, впервые в истории современной России мы строим новое градообразующее предприятие региона. Причем градообразующее предприятие не промышленное, не сельскохозяйственное регион, в частности, Черный Отрог, это прежде всего сельскохозяйственный регион, а мы строим предприятие образовательное и ультрологическое. Как сказал Виталий Викторович, будет построено два новых учреждения. В первую очередь, это центр образования, образовательное учреждение имени Виктора Степановича Черномырдина, в котором будет открыто дошкольное отделение, школьное отделение и отделение по среднему профессиональному обучению детей. Это предприятие будет открываться на базе черноотрожских образовательных учреждений, которые сегодня существуют в селе. И будет построен историко-мемориальный музей Виктора Степановича Черномырдина. Но если мы будем говорить сегодня чуть подробнее об историко-мемориальном музее, то этот музей необычный. Прежде всего, это целый многопрофильный музейный комплекс, который будет сочетать в себе черты исторического, краеведческого, мемориального, сельскохозяйственного, технического музеев. Как уже сегодня отмечалось, в музею для размещения экспозиции было передано здание Гавриловского райкома партии, здание, в строительстве которого принимал Виктор Степанович Черномырдин. И здание, которое он несколько назад выкупил для размещения музея родного села, музея Черного отрога. Но так получилось, что при жизни реализовать свою мечту он не мог. И мы очень горды тем, что сегодня нашему музею подарено именно это здание, в котором в перспективе разместится административная часть музея и его научно-фондовые отделы. Площадь здания райкома партии составляет около 800 квадратных метров. А рядом со зданием райкома партии будет построено новое экспозиционное здание для размещения экспозиции. Площадь нового строящегося корпуса более 7200 квадратных метров. Проект, по которому строится здание, выполнен архитектурной студией ИНДЕ под руководством Игоря Алексеевича Серова. Новое здание музея трехэтажное. В подвале, в цокольном этаже музея, разместится современное фондохранилище, которое отвечает всем самым строгим требованиям, предъявляемым сегодня к музейному хранению. На первом этаже музея, рядом с экспозицией техники, переданной в фонды нашего музея, будет находиться детский музейный центр, для которого сегодня разрабатываются специальные образовательные программы, предназначенные для самых юных посетителей нашего музея. Также на этом этаже будет находиться новый современный киноконцертный зал, площадь которого будет рассчитана на 430 зрителей. На втором этаже посетители смогут пройти во второй ярус детского образовательного центра и на балконы киноконцертного зала. А также вниманию посетителей нашего музея будет предоставлена библиотека музея, основу которой составляет личная библиотека Виктора Степановича Черномырдина, насчитывающая более 2000 томов. Надо сказать, что в этой библиотеке есть и очень редкие книги, например, первое издание романа «Тихий дон» Михаила Шолохова и уже одно из самых последних изданий, фоксимильное издание рукописи «Тихого дона». И вы, наверное, прекрасно помните, что рукопись этого романа была возвращена российскому государству при содействии Виктора Степановича Черномырдина. Рядом с библиотекой разместится уютное кафе, в котором посетители музея смогут не только выпить чашечку чая или кофе, но и через стеклянные перегородки понаблюдать за коллекцией раритетных автомобилей, которые будут размещаться этажом ниже. А через панорамные окна будет открыт вид на черный отрок – родное село Виктора Степановича. Третий этаж практически полностью будет отдан под выставочные и экспозиционные залы, в которых разместятся самые интересные экспонаты, переданные в музей семьей Виктора Степановича, а также его друзьями и односельчанами. Залы музея рассчитаны на показ абсолютно различных экспонатов, автомобилей, оружия, архивных материалов, живописи, наград. К слову, Виктор Степанович Черномырдин – один из восьми человек, удостоенных Ордена за заслуги перед Отечеством всех четырех степеней. Он был полным кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством. Также он был награжден многими как российскими, советскими, так и зарубежными государственными и общественными наградами. Многие из наград переданы в наш музей и займут достойное место в экспозиции создаваемого музея. Основу экспозиции составят личные архивы Виктора Степановича Черномырдина, переданные нам. В них, помимо рабочих документов, есть и записные книжки, которые вел Виктор Степанович, будучи еще школьником. Они, конечно же, по-своему интересны. Также в музей передан архив Всероссийского общественно-политического движения «Наш Дом России», лидером которого в свое время был Виктор Степанович Черномырдин. Ну и, конечно же, в экспозиции музея будут представлены коллекции Виктора Степановича Черномырдина. Но надо сказать, что Черномырдин никогда не был профессиональным коллекционером. Большинство его коллекций формировалось спонтанно. То есть, если мы будем говорить о коллекции живописи, то часть картин дарили его друзья, часть картин покупалась самим Виктором Степановичем, когда в редкие минуты отдыха он посещал вернисажи Москвы, Петербурга или Киева, а часть картин выполнялась на заказ. Вот к таким заказным работам прежде всего относятся портреты. Среди них портреты родителей Виктора Степановича, которые вы видите на слайде, портреты его близких, его семьи. Эти портреты украшали дом, в котором жил Виктор Степанович. Помимо портретов родственников в коллекции есть также портреты государственных деятелей. Портреты специально написаны для кабинета Виктора Степановича. И биография этих людей является достойным примером служения России. Среди таких портретов можно назвать портреты Петра I, Александра II, Петра Столыпина, Алексея Косыгина. Среди живописных полотен, переданных в музей, можно также назвать работы Константина Маковского, Юлия Клевера, Филиппа Малявина, Николая Самокиша и некоторых других авторов рубежа XIX-XX веков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...